Здравствуйте! На Вашем канале в YouTube есть видео «Приглашение к сотрудничеству». Там Вы используете картинку с двумя таблетками, как понимают из фильма «Матрица». Скажите, что сподвигло Вас использовать столь неоднозначный, мягко говоря, материал с точки зрения Православной Церкви? И что Вы вообще думаете о данной киноработе, если, конечно, смотрели? Конечно, я смотрел. Безусловно. Даже несколько раз смотрел. И даже все части смотрел. Так что, безусловно, я, конечно же, смотрел этот фильм. Что я о нем думаю? Думаю, что вполне себе достойное кино, хорошо снято. Будем говорить про первую часть. Я сейчас не хочу про вторую, третью. Но про первую часть. Вполне себе очень хорошее кино. С глубоким каким-то смыслом. Очень интересно смотрится. Ничего там пошлого, ничего низменного, никакой пропаганды насилия, пропаганды межнациональной, межконфессиональной розни нет. То есть, с точки зрения морали, все вполне себе пристойно. Все хорошо. Там есть идея любви, самопожертвования. Даже нравственно можно много чего хорошего увидеть. Подлости, предательства, в то же время жертвенности какой-то. Там все это показано. Так что, вполне себе хороший фильм. С чего Вы взяли, что этот фильм неоднозначный, мягко говоря, материал с точки зрения Православной Церкви? С чего Вы это взяли? Где Вы это прочитали? Кто это сказал? Я не знаю. Вот если я сейчас буду говорить о фильме «Матрица», то я говорю не с точки зрения Православной Церкви, а со своей точки зрения. Вот я, как священник, говорю со своей колокольни. Но это не мнение Церкви. Мнение Церкви выражает Святейший Патриарх, Синод, Собор. И вообще фильм «Матрица» – это, пусть крутой фильм, но не настолько крутой, чтобы Церковь какую-то точку зрения по его поводу имела. Мало ничего снимает. Вот я Вам уже сказал, что с точки зрения морали, нравственности, там все вроде бы неплохо, все хорошо. Вот и все. А так, чтобы давать ему какую-то богословскую оценку, это слишком замахнулся кто-то. Ну, давайте так, по сюжету немножко пройдусь. «Матрица», да? Главная идея там – это то, что вот тот мир, который нас окружает, к которому мы привыкли и мы в нем живем, вот он такой вот прекрасный, красивый, замечательный. На самом деле это иллюзия. На самом деле все ужасно, все гадко и все кошмарно. Вот если отойти от плоскости чисто внешней, а посмотреть на духовную сторону вопроса, то ведь так оно и есть. Вот мы живем, нам кажется, что этот мир вот такой замечательный, и соблазны этого мира так они манят, и такие они прекрасные. А ведь в духовном-то отношении это все безобразие. Ужасно! Вот как в этой матрице. В духовном отношении это все вот так, как там. Люди там, они подключены к чему-то. И вот все ужасное, как-то это безобразие полное. И есть только некоторые люди, какая-то группка незначительных людей, которые как-то с этим борются, выискивают там чего-то, каких-то отдельных людей, вытаскивают из этой матрицы. Но тоже так же и церковь то же самое делает, только в духовном отношении. Так что даже если перевести с такой поверхностности на духовность, то вполне себе очень хороший фильм. С чего Вы взяли, что это неоднозначный материал? Я не знаю. А что меня сподвигло использовать этот материал? Так вот эта классика, когда вот эти две таблетки предлагают, да, пилюли. Выпьешь красную, значит, уснешь, проснешься и все забудешь, как ничего и не было. Выпьешь синюю, откроется тебе новый мир, но назад дороги нет. То есть это фактически выбор. Выбор, дается выбор человеку. Пожалуйста, решай, выбирай, ты выбираешь сам. Вот что ты выберешь, то или сё, это или то. Каждый выберет по-своему. Кто-то выберет одно, кто-то другое. Это вот право выбора. И я, в общем-то, тем роликом «Приглашение сотрудничества» тоже человеку предоставил выбор. Каждый, кто посмотрел его, я предоставляю выбор. Пожалуйста, выбирай. Хочешь поучаствовать? Велком. Не хочешь – пожалуйста, ладно. Может быть, возможности нет. Хочешь, но все равно вынужден отказаться – хорошо. То есть это твой выбор. Это просто символ выбора. Мне кажется, это очень удачный символ. Я подобрал. Так что вот такой Вам ответ. А, кстати, Вы какую выбрали? Спасибо. Самое. Продолжение следует...